Северная граница леса Лес Ятир В этой местности за столетия превратившейся в бесплодную пустыню, прижились и выросли миллионы деревьев, и развитие леса продолжается. Северная граница Северная граница При выезде из леса Ятир на север надо пересечь зеленую черту и проехать через КПП. Здесь начинаются места, освобожденные Израилем в шестидневную войну. Контрольно-пропускной пункт на дороге выглядит несерьезно. Всего один солдат и шлагбаум. Обычно так выглядит въезд в поселение. Сразу за дружелюбным КПП стоит заехать в ближайшее поселение Левна. Второе название поселения Шани. Оно построено на месте библейского поселения Аним. В поселении Левна стоит посетить гостеприимную Сиголит, ее керамическую мастерскую и галерею. Соседи керамической мастерской Сиголит по другой стороне улицы – это хурват Аним, развалины древнего еврейского поселения. От периода первого храма здесь осталась внушительная крепость, построенная на невысоком холме. Через дорогу – современные дома еврейского поселка, как живая иллюстрация сбывшихся пророчеств о возвращении. От хурват Аним на панорамную площадку в цветущем лесу на соседнем холме ведет размеченная тропа. По дороге видны древние еврейские захоронения разных периодов. Побывав здесь, понимаешь библейское выражение «край пустыни». Южнее этих мест уже невозможно заниматься сельским хозяйством. Для этого недостаточно осадков. При проведении археологических раскопок в расположенном гораздо южнее Араде был найден глиняный черепок с упоминанием города Аним и пшеницы из этого города. Здесь была ближайшая к Араду плодородная местность. Все еврейское население южной части Хевронского Нагорья составляет сегодня порядка 15 тысяч жителей, включая жителей Кириат-Арбы, то есть примерно 1500 семей. Из них около 300 семей живут не на территориях, а внутри зеленые черты, то есть с израильской стороны забора безопасности. Хевронское Нагорье входило в надел колена Иуды и составляло основную часть библейской Иудеи. На юге Хевронского Нагорья осталось немало руин древних городов Иудеи, разрушенных римлянами, а также остатки более поздних построек и поселков, просуществовавших несколько столетий после разрушения второго храма и подавления восстания Бар-Кохбе во II веке н.э. В Иерусалиме и в его окрестностях евреям селиться было запрещено, но в южной Иудее еврейские населенные пункты оставались до IX века н.э. Мы продолжаем движение на восток. Наша следующая остановка – форпост Мицпей-Яир, названный в честь убитого террористами первого еврейского пастуха всего района, которого звали Яир. Однажды овцы вернулись домой в поселение Суссия без пастуха. На том месте, где семья убитого увидела отару овец, возвращавшихся по привычной дороге, было построено поселение Мицпей-Яир. Семья убитого продолжает начатое им дело. Продукты питания фермы Хават-Синай продаются в центре приема посетителей в Суссии. Отсюда открывается потрясающий вид на восток, на пустыню и на Мертвое море. Поселение Суссия – самое старое в этом районе. Оно было основано активистами Гуши-Муним в 1983 году. Сегодня в поселении более 900 жителей. Здесь можно посетить местную винодельню с декалев, козью молочную ферму и магазин, где продается мед с местной пасеки. Все находится рядом. Приезжающие в Суссию гости особенно любят сезонное развлечение в местной оранжерее. За небольшую плату вы можете сами собрать букет из понравившихся вам цветов. Современная синагога Суссии – копия древней синагоги. Здесь всегда открыто. На восточной границе поселка видны внушительные остатки древней крепости, построенной в период Маковеев – II век до Новой Эры. Позже ее использовали римляне для контроля над дорогами. С вершины крепости открывается замечательный вид на все окрестности. Это стратегически важное место и сегодня используют с той же целью. рядом с развалинами несут службу израильские солдаты. Удивительно то, что форма древнего строения напоминает пирамиду с развалившейся вершиной. Под этой пирамидой есть большая сквозная пещера, где археологи нашли печать с еврейской датой Кав-Хет-Бе-Адар, то есть 28 число месяца Адар. Место рядом с израильской армией пирамиды облюбовали бедуины. Несмотря на то, что есть решение суда о сносе незаконно построенных на государственной земле палаток, бедуинов никто не тревожит, и они продолжают жить на территории поселения Сусия. Рядом с современным поселком на месте развалин Древней Сусии открыт национальный парк, хорошо известный всем жителям юга страны. Недавно здесь построен новый центр приема посетителей. В магазине при входе в парк продаются только товары, сделанные жителями юга Хевронского Нагорья. Снят новый фильм, регулярно принимают организованные группы солдат и школьников, а в дни еврейских праздников сюда как будто возвращаются древние жители Сусии. Здесь устраивают целые представления, учат детей давить виноградный сок или пить глиняные горшки, как в старину. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok